Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач об героическом непосимо нас. Как я вам раньше уже говорил, я на основании варианта Сагамбаева-Розбакова написал пятитонный роман на каргасском языке. Я провел этот пятитонник через экспертизу Академии образования и Министерства образования нашей республики, после чего данное проведение было включено в список, визведение включено в программу для средних школ по каргасской литературе в качестве дополнительного учебного пособия по изучению по самоносу. Затем я эту же книгу снова перевел на русский язык, в том, что наш язык не очень распространен в мире, а русский язык является одним из лучших языков мира. Сегодня я хочу, как я в первый раз обещал, рассказать об основных сказителях этого эпоса. В настоящее время каргасская литература, каргасское моносоведение признает самими выдающимися из них трех сказителей. Это Сагумбаев Розбакова, Саяхпая Каралаев и наша отечественная из Китайской Народной Республики Саяхдюсупмамай. Сегодня я хочу рассказать немного вам о сказителе Сагумбаев Розбакова. Он родился в 1868 году в селе Кабрга на берегу Сыкуля. В настоящее время это село Сарой Сыкульского района Сыкульской области. Его отец Розбакт также был творческим человеком. Он происходил из рода Саях и был известным музыкантом Сырнайча, то есть гарнистом был. Он постарался, чтобы его дети были образованы. Поэтому в 10-летнем возрасте Сагумбаев начал постигать грамоту под руководством Мулы. Сами знаете, в то время светские школы еще не так были развиты, даже практически не было. Их поэтому все образование шло в религиозных заведениях в Медресе Уму. Кроме этого, Сагумбаев Розбаков сам был очень одаренным человеком, пел, сочинял, а затем начал рассказывать эпос Монас с 15 лет. К сожалению, скоро скончался его отец, поэтому Сагумбай со своим братом Алиширом, который также был сказителем, вынужден был уехать из Иссыкуля сначала в село Кучкор, а затем в Кимин. он после этого начал постоянно исполнять эпос Монас и вскоре стал известным в Монасе. прозвищем прозвищем имени около 10 лет семья Сагумбаев снова вернулась в Кучкор к себе. Но затем в 2016 году произошло восстание кыргызов, которое было подавлено царскими войсками в Российской империи, поэтому он был вынужден бежать вместе с остальными своими соплеменниками в Китае. И только через два года после установления советской власти в 1918 в 1918 году Сарумбай снова вернулся на родину всего от Баши. Он, как я сказал, был выдающимся сказителем эпоса Монас, поэтому его называли Великий Аккен, Великий Певец. его вариант эпоса Монаса отличался от других вариантов сюжетной полнотой и высокой художественности. Поэтому его вариант среди ученых моносоветов считается классической версией эпоса Монаса. признавая его заслуги его перческий восходительский талант советское правительство приняло решение записать эпос Монас от Сарумбая. Поэтому в 1922 году по поручению народных комиссариатов просвещения Туркестанский АССР была начата запись эпоса Монаса. И она была продолжена до 1926 года и заняла 260 печатных листов. Вот Сарумбай за это время успел надиктовать только первую часть эпоса этого трилогии только эпос Монаса. К сожалению, после этого Сарумбай заболел трилогии и поэтому надиктовать вторую третью часть трилогии эпоса Симитэй и Ситэк он не смог. А вскоре после этого он в 1930 году скончался у себя домом в селе Кучкор на Рынской области. отдавая должное его мастерству в республике увековечено его имя. В частности, его имя названо в средних школах в селе Кучкор. Установлен ряд памятников. А в мае 2017 года Министерством транспортной коммуникации и Государственной предприятии Кыргызмаркасы в развитии тем, деятелям культуры Кыргызстана почтовое обращение была введена марка приуроченная 150-летию со дня рождения Сагумбая Урозбакова. Ну вот пока все, что я хотел сказать о Сагумбай на следующих передачах я расскажу в чем особенность его варианта почему считаете его вариант наиболее полным как записывался этот вариант в его исполнении почему он стал сказителем вот всю эту информацию мы я вам дам в наших последствиях передачах сейчас продолжим чтение моего романа глава вторая рождение монаста недалеко недалеко от аэлла жабца пораскинулась поле с густой травой северо окруженной высокими горами а с юга зелеными холмами стоял ясный вечерний день солнце ласково согревало теплым лучами все вокруг по небу только изелье приправали небольшие пушистые белые облака ничто не нарушало тишину кроме окриков пастухов зорько следящих за отарами пастущих с овец с помощью больших черных собак алабаев ближе к полудню на невысокий зеленый холм расположен на краю поля по узкой проселочной дороге наконец твоченок не спеша забрался Жакоб он был одет в белый колпак синий халат в сапоге из мягкой красной кожи достигнув вершину старик спешился и с удовольствием пришел на небольшой черный камень время внесло большие изменения в облик Жакоба есть раньше он устроен юность что теперь располнил его усы борода волосы покрылись сезоной а лицо испещрили глубокие старческие машины увидев поднявшись на холм Жакоба к нему тут же поскакал на конец углодится пожар скуластый старший пастух Кубат поднявшись на вершину пастух поспешно спрыгнул на землю и низким поклоном приветствовал хозяина пастух 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 ответил ему Жак мужчины обменялись ракопожателем а тем пастух снял свой выленивший под жаркими лучами солнце каплями дожди старый черный халат он поселил на землю на которой уселся Жак вернувшись к коню Кубат вытащил из прикрепленного к седлу куджуна две глинины коричневые чаши и желтый вердюк с кумысом присев рядом с хозяином чешательно взболтав вердюк он налил чаши кумыса и протянул одну из них Жакобу старик молча принял его стал неспеша пить прохладный напиток выпив половину кумыса Кубат осторожно обратился к Жакобу бай вы пришли ко мне по делу или просто так надоело лежать дома поэтому решили немного проверить ответил Жакоб как опцы живы здоровы да все в порядке борга произнес куват наполняясь снова чащик кумусом слава всевышнему зиму пережили хорошо теперь можно не опасаться подержать это правда куват тяжело вдохнул Жакоб овец падешь обойдет наоборот теперь они только размножаться один я не размножусь по всей видимости не суждено покинуть этот мир везде куват не зная что сказать снял с головы изношенный белый колпак он почесал голову сочувствием посохранного Жакоба не огорчайтесь пай сказал куват бог даст у вас еще будут теки старик печально покачал головой куват уныло произнес хотя мне в этом году исполнилось 50 лет до сих пор у меня нет детей после смерти отца урозду наши враги калмаки пропадя на пропор напали на талас они отняли нас землю и изгнали золото сюда на алтай я до сих пор не знаю а где находится мой дядя бай и другие братья а сам я обосновался здесь несмотря на то что лишились родины счастье не покинуло вас и вы разбогатели хозяин постарался подбор и шаг покуват в настоящее время вы самый богатый человек из мест крызов хвала всевышнему удача сопутствовала мне согласился жак земледелем и освоением золотоносных приисков я сумел нажить немало и о добро однако сколько бы времени не прошло тоска по братьям снедает мое сердце неужели мы на всю жизнь будем терпеть унижение от всяких встречных поперечных навсегда останемся здесь или нам сужено вернуться на землю предков где мы явились на этот свет наш родной Аллатон тревожные мысли о том появится ли богатырь который соберет воедино разроденных крызов защитить их достоинство и честь конец сушили мое разбитое сердце Вы правы, баэн, сам вздохом произвел скуват Появление такого богатыря ждет с нетерпением и надеждой Весь кыргызский народ Пастух снова напомнил чашечку мусом из бальтука Жаков, сделав два-три кладка, вновь печалил в глазах, посмотрел на куата Да, продолжил свою речь баэн Как ты сказал, мало кто сможет потягаться со мной по богатству Однако у меня до сих пор нет детей Когда китайцы сгнали нас, я женился на Шахам Вдове младшего брата моего отца Чирира Ее все называют сейчас Ширда Затем я женился на Багбоу Лот, дочери Манжуя Чаяна, сына Бойона К сожалению, обе они не смогли мне подарить ребенка Из-за этого я все больше прохожу в уныне Жизнь моя проходит печалью Не горюйте, Вай, Бог в нас, будут вас еще дети С отчувствием посмотрел на старика Куарт Откуда снова болезненно вздохнул Жаков Я сам и мои жены уже постарели С молодостью, накапливая богатство, я не задумывался о детях Как сейчас подумаю, все, что я сделал, оказалось Суетой, 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 я слишком поздно понял Что настоящие хозяева богатства человека Это его дети Если у тебя нет ребенка Все твое состояние, гроша ломаного не стоит И оно сродни разгромленной крепости От жалости к себе Жаков громко разрыгался Он встал с места, вскочил на коня И голубом направился домой Когда жак подъехал к Аилу Навстречу ему выехал на вороном жеребеке Смуглый, худощавый, склассный Одиннадцатилетний Миндибай Увидев плачущего старика Одетый в белый колпак, старую белую рубашку Черный халат и черные сапожки Мальчик был поражен Бай сказал, почему вы плачете? Что с вами случилось? При виде Миндибая Жакова еще сильнее защемило сердце О, горе мне Чуть не злота обиды, старик Ну почему Всевышний вместо богатства Не дал мне такого ребенка, как Миндибай? Если бы он встречал меня с криками Отец! Я считал себя самым счастливым человеком на свете О, Боже, какой же я несчастный Не в силах ответственного фронта ребенка Жакова заревел еще горше Забыв привязать коня, он с громкими рыданиями вошел в свой дом Его юрта располагала в центре Аилла Внутри она была застелена толстой кошмой Поверху нее дорогими коврами и разноцветными одеялами На двух больших сундуках, по краям отделанных желтым металлом А с лицевой стороны от окрашенного ажурного орнамента Выселись аккуратно разложенные белоснежные подушки и тихотель Подвешенные к потолку светильники ярко освещали дом В очередной устроенном по чередине юрты Тлели раскаленные до красного уголя, обогревая помещение Только изредка тонкие стройки дыма Медленно выходили через круглое отверстие в потолке Влетая в синее безоблачное небо Войдя в дом, Жак увидев, что ее жена чердой, светло лица среднего роста Черноволосая, черноглазая, немного полноватая Миловидная женщина, примерно 40-45 лет Задумчиво сидела, тераплив расчесывая волосы золотым гребешком Одетая в длинное красное платье, черный комзок Черда при виде Жак быстро поправила волос Накинула на голову большой белый платок С красными цветами и встала с места Когда она замечила покрасневшее лицо Заплаканные глаза мужа У нее невольно екнуло сердце от дурного предчувствия Ну вот, уважаемые товарищи Наше время подошло к концу Я желаю вам успехов До новых встреч, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok